всем привет это второй выпуск нашего подкаста с файком рабочее название немного поменялось мы посмотрели комментарии нам понравился вариант лолкаст но я думаю мы можем дать вам еще недельку вдруг у вас появится еще более гениальные идеи и гениальные названия и может быть мы еще можем поменять и уже потом определиться с каким-то финальным названием сегодня у нас будет такой обширный выпуск в плане лик мы поговорим сначала про плей-офф и лыси какие там будут пары какие наши предсказания на эти пары и в целом что мы думаем как пройдут эти плей-офф и потом будет наша любимая ла полиция где мы разберем кто подстакался кто подфризил и закончим это все на lc или поговорим про последние две недели про возможные таймбрейки про шансы на топ-4 точнее кто где заложен заканчивать топ-4 и так далее привет файк здравствуйте как там твой тик-ток и кто появится вот тут not bad not bad почаще надо будет почаще заставлять такие вещи записывать мне кажется это было прекрасно теперь я реально настоящий тиктокер получается ей я еще отыграюсь не знаю как но я доберусь до тебя окей окей я понял уф страшно стало но история прохладная давай поговорим наверное про лег у нас начинается на этой неделе уже плей-офф в европейском чемпионате и там сразу же таких вот несколько интересных моментов первую очередь наверное мне бы хотелось отметить путь леми винкса я не знаю смотрел южный парк или нет такая отсылочка на может быть и самого хорошего характера но в общем я имею ввиду что у фнатика придется начинать с самых низов они оказали сетки лузеров из-за на правила которые ввели в европейском чемпионате да что команды с равным счетом и с равным показателем личных встреч на первом месте отправляется команду которая больше побед во второй половине сплита из-за чего шальки у нас фнатик обогнали и фнатик будет начинать с с к я если честно я бы сказал что фнатик все равно должны проходить ну по крайней мере до третьего места потому что все-таки в бо 5 вроде как команда должна быть посильнее но я не знаю естественно в верхних парах у меня особых ожиданий от аутсайдеров нет сразу опозначим значит у нас получается в геннерах у нас играют же тушальки руб мэд лайнс и в лазерах у нас играет фнатик с кей давай начнем тогда получается как раз ты начал тоже с фнатик с кей вообще супер неопределенная пара потому что фнатик проводит очень тяжелый сплит последняя неделя супер неделя у них 0 3 и они проиграли по сути прямым кури конкурентом за плей-оффы и шальки и мисфитс и если бы не мисфитс которые оступились то все могло закончиться по-другому я бы не играл на вигаре саппорте например ну да там была вероятность что фнатик вообще не пройдут в плей-офф но эта вероятность была небольшая согласись там все-таки должны были звезды сойтись в небе для того чтобы знаете прям вот не попали в плей-офф но можем ли мы вообще всерьез рассматривать результаты супер недели когда там у нас тут просто есть еще нормальная практика знаешь там типа фнатик 0 3 g2 1 2 там астрали с 3-0 например просто здесь есть еще один интересный факт эски 0 3 до супер недели да кстати говоря меня больше удивило на самом деле при том что у нас было много неожиданных результатов да у них были g2 rogue и астралис то есть как бы две игры логично что можно было поиграть на проигрывать астралис выгодистов его знаешь у кого еще были g2 и rogue на этой неделе у команды excel но да где-то их она не остановила и при этом excel все равно плей-оффы не залетели как как они не старались проиграли в итоге шальки причем таким жестким стомпом где шальки выкатили какую-то безумную стратегию с картусом ноктюр нам там что там только не было веселая игра была но прям шальки видно было подготовились и вообще шальки мне кажется в хорошей довольно таки форме подошли как минимум супер недели закончили то есть что-то как-то резко на шальке припрыгнул давай этот про фнатик виски гейминг договорим чтобы не скакать ну да да здесь невозможно не скакать то что все команды друг с другом взаимосвязаны да и супер неделя у нас была просто чумовой вот именно по количеству нестандартных результатов и вот мы говорим да фнатик и с к 0 3 до шальки 30 к примеру на супер недели и я пока что не могу понять насколько серьезно нужно воспринимать это супер неделя учитывая что такие команды как рога джетту по сути уже ни за что не боролись там были вот эти мемчики от джетту что они там готовятся устроить бэнгер так сказать для того чтобы было больше борьбы за первую строчку но при этом все равно все понимали что джетту скорее всего первое место займут вот а на самом деле шальки мне хочется похвалить за супер неделю мне кажется это одна из немногих команд которая супер недели воспринимала всерьез то есть им было за что бороться они вроде как готовились к матчам у них все их игры были ну хорошими по крайней мере вопрос такой воспринимали ли астралицы приняли всерьез и за что не боролись вроде как воспринимали всерьез они готовились или в этот и прикол а как и у шайки они закончили три дольда правда не уже ни за что не боролись да ну здесь знаешь есть такого мида что есть вот этот я забыл как этот мультик называется в общем один американский мультик там фраза такая была мы может быть не будем победителями но мы можем все испортить другим we don't have to be winners we have to be spoilers мы можем портить все для других и команда астралис мне кажется как раз таки с настроем вот именно таким пришла на последнюю неделю и просто старалась максимально испортить всю малину всем кто рядом с ним находился и по сути вот как раз таки эскей да виталити были шансы в первый же день 1 2 2 игре первого дня ты сразу же виталит там таки может быть мира голора на стрессе гинду сидите тити вы с нами мы с вами одной крови друзья в общем фратик эскей супер непонятно на самом деле фнатик вроде как фаворит обе команды были у нас 03 на прошлой неделе какой твой предикшен будет эту серию как думаешь с каким счетом она закончится и как вообще будут проходить игры будет это жесткий стом фнатик на классе потому что они уже очень много играют best of five там своей жизни или женские поборются и у нас будут играть на самом деле два среднячка таблицы и быть плотная борьба давай так во первых во первых технически мы не можем говорить про большой опыт команды best of best of 5 от ну вот именно фнатик потому что все таки состав новый да то есть да все опытные сами по себе но как бы игроки вот именно два новых игрока в этом сезоне только пришли поэтому какие они в b5 вот именно как команда мне пока что оценивать сложно касательно их матча с эскей я так на это смотрю до фнатик очень слабый сплит при эскей вроде как провели сплит хороший но при этом мы вспоминаем что помимо супер недели у них предпоследней неделе было тоже 02 то есть пять поражений подряд и плюс ко всему несмотря на все проблемы фнатик против эскей у них 20 это одна из немногих команд фнатик 20 против excel astralis и эскей со всеми остальными либо 02 либо один один то есть я бы сказал что я не вижу шансов эскей в этой серии мне кажется что эскей как бы мне в целом команда порадовала это команда молодых ребят которые много ярких моментов нам подарили но мне кажется что было пять против фнатик у них шансов на я бы сказал что это типа 3-1 но возможно ты не согласен и такое чувство что нет я скорее согласен то что такое чувство что эскей прям супер сильно растеряли форму и вот это вот то за счет чего они выиграли то есть выигрывали свои игры и 30 things как-то не были прям чтобы супер сильно заметные из-за того что незаметен 30 не был сильно заметен джезу в итоге пять игр лустрик в конце сплита и много как мне кажется пески выглядели в принципе на последних неделях слабее чем misfits и чем astralis я на самом деле супер сильно хотел чтобы миссис вышли в плей-офф и даже неважно там на мой спор за очком про фанатик мне просто импонировало что команда очень сильно набрала по ходу сплита и vt он просто супер засиял на последних неделях и оправдал вот этот вот то что мы на него там в начале сплита его подхайп или после там игры на зоечке но потом он как-то сник на пару недель но последней неделе вот этот сайлосово там игра в smith lines безумно было очень круто вообще наверное если про саму серию говорить я думаю фанатики все-таки должны побеждать здесь на классе скорее всего это будет что-то типа 31 я думаю одну но фанатики как бы любят у нас пинтить и одну игру залить они точно могут главное чтобы они не увлеклись и я думаю еще сильно будет зависеть от того с какой ноги фнатики встанут я думаю фнатики против самих себя будут играть то есть здесь эскей будут скорее ассистентом для как раз таки вот это знаешь злой злой половины фнатик которые будут стараться идти там ну потому что фнатик у нас по моему и ни одной чистой игры не показали все почти все время фиеста почти все время какая-то какие-то аркадные принятия решений и вот помнишь мы с тобой еще начали сплита говорили что как будто вот с уходом реклоса пропал вот этот голос разума в команде который может остановить команду когда там совсем какой-то трэш происходит да то есть так ребята может стоп 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 мы еще не проиграли эту игру давайте соберемся давайте там не знаю ресетнемся пойдем вместе подеремся или что такое и хелисанг и бипа как бы коин флипность свою сохранили по сути самые хорошие игры фнатик для меня были когда у них серафин на центральной линии было это потому что серафина в рог ну кстати да есть такое что с серафиной просто они могли тимфайты сильно зайдите серафина реально было в страховке нужна была страховка для того чтобы не занятили но все равно все равно 31 30 ну наверно не 30 потому что для этого фнатик должны прям вот хорошо играть но где-то 31 мне кажется вот 20 поведут третью отдадут и 4 5 соберутся что-то в этом роде руб мэтлайн же тушальки я думаю давай начнем же тушальки тут я думаю можно быстренько пройтись принципе скорее всего результат есть то что мне кажется это будет 30 несмотря на то что шальки сделали последнюю неделю 30 в супер вики выиграли все свои игры там выиграли и фнатик и vitality excel я все еще не считаю шальки каким-либо претендентом на то чтобы попасть хотя бы в топ-3 в плей-офф их и я не думаю что они будут сильные в best of five и скорее всего те же самые фнатик переиграют есть кей и шальки в это best of five и будут уже дальше там бороться и либо смет либо срок смотря как пойдет вот поэтому для меня как бы здесь в принципе все очевидно джету на классе просто 3-0 должны побеждать шальки знаешь я бы так сказал что здесь даже рассуждать о том насколько хороши могут быть шальки в бо 5 бессмысленно потому что им просто не повезло попасть на самую сильную команду европе на самую сильную с большим матрил джету проигрывают только когда джету хотят проиграть да с вейгером с фортом рикса и в лесу они проигрывают окей но при этом ни разу не создалось впечатление что джету могут даже даже по 1 ни разу не стало впечатления что джету могут на серьезных щах так сказать проигрывать в леке а тут по 5 шальки конечно в целом порадовали по ходу этого сплита то есть молодцы там были прикольные драфты были прикольные моменты да там много чего можно похвалить да и супер недели тоже хорошая лейда я бы похвалил бракенбейт отличный спидал как ожидали от него если гилиус а бедаги были такие по инфлипные какие-то непонятные тот бракенблейт и наверное лимита я бы еще выделил не знаю мне что-то запомнилось его последние недели он прям был супер мало на него обращал внимание в целом но мне кажется вот и лимит и бракенблейт очень хороший сплит привели для себя и как минимум на медленно лет они уже точно должны оставаться а там уже посмотрим ким не будут замина окей я вам сказал что обедаги еще чуть-чуть получше вот гели совсем к флипный был но это собственно говоря как бы всем было известно с самого начала гелиус так играть Да, он как бы пан или пропал. Он либо закерет свою команду, либо немножечко сетбэкнет. Ну, в общем, в любом случае, здесь 3-0, 3-0, может быть, 3-1 в пользу G2. Как бы шарики надо будет через лузер бракет пробираться. Роу Мэд Лайенс? Будет ли это еще одна 3-0, 3-1 серия, по нашему мнению? Что думаешь? Ну, это, кстати, вот это, наверное, самая близкая серия именно по уровню игры. Мэд Лайенс стабильное 3-е место, Роуг стабильное 2-е место. Ну, серьезно, ты можешь мне выделить команду, которая должна была занимать 3-е место в веке? Не, не, я про то, что самым близким. Мне что-то кажется, что все-таки по уровню игры Шальки и Фанатик скорее... Ой, Шальки и Фанатик и Скей может быть ближе, чем Роуг Мэд Лайенс, потому что даже не смотря, что Роуг Мэд Лайенс заняли 3-е место, мне кажется, слишком большой гэп между Роуг Мэд Лайенс должен быть в плей-оффах. Ну, наверное, я соглашусь, потому что вот как раз-таки, когда мы с тобой говорим про нашу любимую базу, да, про дисциплину и правильную вот именно объектно-ориентированную игру, как раз-таки в этом аспекте у Роуг все всегда было круто, а Мэд Лайенс хромали именно там. То есть Мэд Лайенс очень часто не было проблем с тем, чтобы захватить преимущество, но как его реализовать, случались факапы, мягко говоря. Вспоминаем последнюю, как раз-таки вот ту игру, про которую ты говорил, Мисфит против Мэд Лайенс, где Витео был на Сайлосе. Там игра была, по сути, выиграна командой Мэд Лайенс, нужно было только точку в конце предложения поставить, а они поставили многоточие, причем, знаешь, там не три точки, а двадцать. И в итоге игру затянули и проиграли. И таких игр было несколько, где у Мэд Лайенс все начинается очень хорошо, а потом внезапно случаются какие-то провалы, то там, то здесь, и в итоге игра сыпется. По сути, я бы сказал, что в матчапе Роуг Мэд Лайенс, Мэд Лайенс не настолько хороши, чтобы сбить Роуг с вот их академичного стиля игры, как их G2 все время сбивали своим хаосом, да, и недостаточно хороши в как раз-таки этом академичном стиле, чтобы соревноваться с командой Роуг. Мне кажется, что это будет более близкая серия по общим впечатлениям, потому что Роуг это не та команда, которая прям стампит своих оппонентов на линиях, да, они в основном именно играют как команда, но мне кажется, что шансов у Мэд Лайенс особо нет. Я думаю, знаешь, как это будет? Это будет близкая серия в плане геймплея, то есть игры, возможно, там будут 30-35 минут, но при этом в результате это будет все равно 3-0 или 3-1 серия, то есть как бы игры будут близкие, но Роуг просто за счет своего вот этого класса, за счет реально своей базы, за счет дисциплины, с которой они играют, передвижения по карте и так далее, мы их миллион раз отвечали, что, наверное, Роуг играют в дисциплинировании всех, чище всех, и за счет этого как раз-таки они все свои победы добывали, только G2 действительно могли еще на стадии драфта просто сломать все, когда они там пикают Квин, не помню, что у них там еще было в драфте, помню, что это 50-минутная игра, где было все понятно, просто мы ждали 20 минут пока G2. Квин, эльку, да, ну G2 там как бы лимит-тестили, скажем так, лимит-тестинь, ну да, G2 просто в хаос повергали каждый раз всю игру, и из-за этого Роуги не могли ориентироваться. Они, знаешь, как с гайдом таким ходят, как, как это называется, путеводитель, вот путеводитель туриста, знаешь, вот ты впервые оказался в городе, да, и ты так ходишь с этим путеводителем, а в это время в городе массовые беспорядки, и там, знаешь, все бегают, годзилла какой-то там гуляют, а ты так, типа, а как мне здесь пройти до вот этой станции метро? И поэтому они никак не могли ориентироваться в этом, и, по сути, все зависело от самих G2, насколько хорошо они могут отыграть свои матчапы, в основном G2 со своими матчапами справляется, при том, что у Роуги вроде как сильные игроки, да, то есть, ну, по позициям, может быть, не лучший на каждой позиции, но, по крайней мере, в топ-3, да, 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 причем на каждой позиции, ну, разве что кроме саппорта, и то саппорт там новичок. Да, наверное, он не в топ-3, потому что, как минимум, есть Трис, которого я в топ-3 закинул, когда, знаешь, вот этот опросник был от Лека. Да. Я даже, еще раз, да, то есть, единственное исключение, наверное, Тримби, и то он все равно хорошо себя более-менее показал, просто новичок, да, то есть, мы от него много не ждем. Но, в любом случае, то, что, вот если мы с тобой начнем, так сказать, немножко фантазировать дальше и уже предсказывать плей-оффы по результату того, что мы с тобой напрогнозировали сегодня, я бы сказал, что у нас все равно G2 против Роу выходит G2, а дальше вот в лузер-бракете мне интересно будет посмотреть, как Фнатик будет справляться вот именно подряд-подряд со всеми, потому что там уже лузер-бракет полный, то есть Фнатик, если я выиграю ТСК, потом Шальки, потом Мэд Лайонс, и только потом они выйдут на проигравшего в серии Роу к G2. Все еще Эль Классико финал более чем возможен, и у нас уже были случаи, когда одна из этих двух команд, Фнатик или G2, пробирались с самых низов. Да, у тебя в игре, по-моему, G2 проделали. G2 у нас проиграли Мэд Лайонс в Л5-3-2, и после этого проходили через весь лузер-бракет. Но, возможно, спонсору у G2 какой-то был энергетик, и нужно было побольше рекламного пространства брать. В целом, у нас таких апсетов, скорее всего, в этом плей-оффе не будет, и он примерно, как будто, знаешь, сценарий уже есть, который, скорее всего, должен произойти. Примерно понятно, кто кого должен побеждать в Best of Five, и я прям слабо верю, что у нас будут какие-то супер жесткие апсеты именно по второму команду. Понимаешь, масса-менус, как говорится, но прикол в том, что это LAC, да, мы уже сколько раз с тобой обжигались на LAC, на очевидных прогнозах, поэтому, наверное, далеко идущие выводы делать не будем, но пока что, по крайней мере, наше предсказание выглядит именно так. У меня, давай, последние такие два мини-вопроса. Кто лучший игрок LAC этого сплита, кто лучший молодой игрок и твоя сборная LAC? Так, так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. Так, давай я пока подумаю, а ты можешь сам ответить. У меня примерно в голове тоже есть. Смотри, по ему мнению, лучший игрок сплита это Rekles, на втором месте Han Saba супер близко, но все-таки Rekles. Лучший молодой игрок это Ильёя, потому что, я думаю, он лучше всего вписался и в целом, ну, Madline Stop 3 команда, он топ-3 новичок, сути да и в целом он показал отличные результаты я бы еще наверно но есть еще тримби есть 30 внутри с уже не считается новичком джезу был неплох виттео был неплох но я все-таки больше склоняюсь к тому что илья лучше всего о себе заявил как очень сильным лесники которые надолго задержатся вот а если сборную брать это наверно будет wonder или главный вопрос наверное это будет адуам на янкас капс реклес 30 ну окей у нас какое ограничение сколько человек из одной команды могут быть я думаю сколько угодно сколько угодно ладно окей давай так лучший игрок я скажу капс просто чтобы немножечко от тебя отличаться все наверное самый лучший игрок в самой лучшей команде должен быть лучшим игроком сплите так что насчет реклеса я в целом соглашусь я бы даже про янкаса подумал несмотря на то что он очень сильно не делал это очень крутой сплит от него было он сейчас действительно перебил очень сильные self-made в этом сплите и все еще считается лучшим летом и стопа здесь еще self-made немножечко помог не разу потому что он плохой сплит провел и в целом команда фнатик создала так сказать и дополнительные преграды для своего лесника но все равно я скажу что лучший игрок капс по крайней мере либо он лучше либо сразу после реклеса самый самый крутой молодой игрок я наверно с тобой соглашусь насчет ильей но чтобы немножечко отличиться я скажу 3 3 повезло нереально сильно повезло потому что попал в наверное самую дисциплинированную команду самым таким четко работающим тренерским штабом так что я думаю что он еще быстрее будет форму набирать по ходу своей карьеры так сказать и насчет сборной я бы сказал вундер возьму инспайр да возьму капса хансаму и пускай на саппорте будет кайзер потому что бот лейн медлайнс мне в целом больше нравился чем не нравился и кайзер мне кажется одним из таких знаешь вот прямо он немец по-моему да он такого прям машина в по-моему да по моему немец я прям сюда же чекнул быстренько да он немец не знаю я просто вспоминаю как карди кайзера особенно в середине спида постоянно 2 на 2 умирали за этого игр проигрывали но было дело было дело на этом я думаю наше обсуждение лс окончено и впереди нас ждет разговор про лс ел но как мы можем говорить про лс ел не с посмотрев сначала на элла поэтому сначала нас ждет элла полиция ну что мы возвращаемся с нашей рубрикой элла полиция где мы сейчас будем смотреть кто как за недельку у нас поднабрал или подрастерял вэлла да и в принципе знаешь мы можем здесь собой поставить такую финальную точку на ботом 4 командах как минимум и потом допустим уже сварить только плей-офф команду учитывая что регулярка у нас на этом заканчивается этой неделе вот ну начнем мы как обычно сверху вниз и все еще нас держит планку на первом первом месте и не конца флав было у них получается 3230 pts суммарно теперь у них 3026 чуть-чуть подрастеряли но особо на самом деле прям движение кого-то нету все держатся примерно на одном месте и плюс 20 30 у всех приятно я бы сказал в этот раз больше минус но в целом тенденцию самой вот именно хорошо распределенной такой команды по элла ел и поддерживает все потеряли чуть-чуть дупо все примерно более-менее в равных условиях находятся по-прежнему нас средний показатель да где-то 600 л на человека от него не сильно кто-то отстает да ну разве что можно сказать там фраке сейчас всего лишь 500 лп челленджи всего вот а так целом по моему у уникорнов опять-таки в индивидуальном плане все в порядке куда больше проблем именно в 5 на 5 окей мы двигаемся тогда давай дальше потому что тут принципе все очевидно и следующий у нас на втором месте гамбит они были на третьем прошлый раз у них было 2050 сейчас у них 2099 но я был на этой неделе на буткемпе гамбит я видел их скрытые аккаунты я могу сказать что тут больше должно быть как минимум у дрипула но я даже не буду говорить сколько потому что я обещал не могу раскрывали на да даже типа это мастер гранд мастер или челленджер чтобы его не нашли потому что у нас впереди плей-офф и так далее вот здесь такой момент я один комментарий читал к нашей этой рубрике что мол мы палим про игроков если что друзья спокойнее да все эти аккаунты есть это понимаете это мы со старки ищем вдвоем типа просто вы так далее у команд есть цели целые аналитические штабы которые занимаются тем что находят аккаунты поэтому в большинстве своем если если у человека есть аккаунт другие команды об этом станет но про гамбитов наверное у нас все то же самое что из прошлой недели да лексус по-прежнему больше половины крант контрибьютит в общее лп своей команды у флати все очень хорошо шаганаре пока что так и не продвинулся на счет рим пули мы догадывались по поводу шаганаре еще да и там тоже побольше я тоже видела говорить не буду сколько это звучит как типа я знаю дома мне скажу да я скажу что знаю у него стипа ну так 101 101 как бы как будто движения нету но на деле там скажем так гамбит у нас сейчас топ-2 по птсм и если мы добавим и dream pool и шаганаре то его они вряд ли обгонят и все равно будут топ-2 так будет достаточно то есть ничего сильный не поменяется в общем мы могли с тобой догадаться то что dream pool и шаганаре на этих аккаунтах просто банально не играют значит играют на каких-то других вот но даже если мы с тобой будем учитывать текущую ситуацию именно с теми аккаунтами которые нам доступны мы все равно видим что ты топ-2 все равно большинстве своем из алексуса даже если ты мне не говоришь там какой л у dream pool и шаганаре все равно уверен на сто процентов что это ниже чем у лексуса так что я думаю что там если какие-то поинты добавляются не в каких-то колоссальных количествах и в целом пока что гамбиты на самом деле выглядит очень очень хорошо я думаю что до рубрики л целом и подробнее в это так сказать погрузимся но в любом случае в любом случае наверно гамбиты по праву держит и ты топ-2 так сказать в одиночной очереди по командам л целом так следующий нас на очереди к украл у них было 1914 лп сейчас у них 2062 и тут по сути поднабрали она максим подобрал неплохо плюс 100 птсиков поднабрал дракон полтосик ну и при этом а так нет но холли примерно на одном месте у него как был челленджер так и остается 563 птс у него есть ну да по сути просто плюс 200 за счет того что дракон кинзу поднабрали немножечко и максим соточку поднабрал видно что ребята все-таки в неплохой форме несмотря на выступление был съели допустим на последней неделе знаешь я бы не сказал что это прямо несмотря на них не такой плохой перформанс был в л цели ну и в целом тенденция вот наш нас две команды именно в топ-4 это его и крау крауд которые показывают более такой сбалансированный подход именно к салу кук когда у нас все игроки находятся примерно на одном и том же уровне до в случае уникорнов это где-то в среднем по 600 п на человека здесь где-то по 400 но все равно это не может не радовать глаз тем более что еще раз до команда крау крауд хоть и мы с тобой и отмечали как наверное претендент главный на четвертое место все-таки в л цели это еще раз это одна из стоп команд вот именно топ без вопросов это все равно топ-4 и причем весьма уверены наверно в первую очередь хочется хочется чтобы у нас так сказать mighty dragon чуть-чуть приподнялся потому что это вот именно те проблемы которые мне кажется решаются за счет более правильного подхода к салуку все остальное носить все остальные молодцы здесь особо ничего не скажешь но и дальше у нас идет крупнейшее падение в топ-4 2304 лп было у биджи на прошлой неделе и сейчас у них 2032 300 pts потеряли ребята из них у криво ксу ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой ну как криво говорит просто часто на своих стримах про ловелла 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 и сейчас криво стал тем как он флейку по сути но упал строна к простым смертным да на этом саму ловелла и теперь ему тяжеловато Я много слышал, знаешь, про вот эти Элла-воронки, которые у нас существуют На разных На разных уровнях именно Соло-Ку Да, то есть есть Ну, самая известная воронка, это, наверное, Д4, да, откуда выбраться Очень сложно, но вот Лоу-Мастер Я хотя там не был Никогда, вообще даже ни разу, один раз Его понюхал только, вот Лоу-Мастер От многих проигроков, наверное, звучит как Самое страшное, что происходит вообще в этом мире И мне немножечко даже Жаль Криокса, при том, что я Примерно представляю, что он играет намного Лучше, чем Мастер 100 ЛП Но, наверное, ты за К Соникса можешь порадоваться, 440 ЛП В Гранд Мастере, так подачили Я почти каждый день Отслеживаю что-то у Халида в Солку Я так и думал Я на Лупрос просто люблю заходить Я раз в день всегда стабильно захожу, смотрю В принципе, всех игроков И так далее, мне всегда интересно посмотреть У кого как дела, вот, у Халида Там под 500 было Но сейчас он чуть-чуть Лустрик поймал Но в целом я жду, когда он наконец-то свой челленджер апнет в этом сезоне Вот, а вообще И Мирпс потеряла соточку И Адепт соточку потерял Криокс соточку потерял Только Халид подобрал Ну и плюс 2 от Смурфа, солидные А бойца Элла пояс едет Все выше и выше Но в целом Так Я иногда угораю, когда Смурф Вот эту дельту рассматривает за стрим То есть он, типа, сыграл 5 игр Он суммарно У него плюс 3 ЛПЛ Такой, типа, найс 5 часов в моей жизни Это true Он еще это подслушал У нас входило Когда он это рассказывал На команде Что там Сыграл 6 часов на стриме Плюс 3 На следующий день Сыграл 8 часов на стриме Плюс 4 Что-то типа того Ну это слоу-грайн Слоу-грайн И Смурф с ним справляется хорошо Все равно Челленджер Все равно Один из самых высоких показателей в лиге И, по-моему, самый высокий на топе Если я не ошибаюсь На данный момент Так 665 А у Нону Холли 563 А у Босса Что-то Да Да Самый хайло-топ лидер в ЛСЕЛ Окей Едем дальше И 5 место Как и в таблице ЛСЕЛа Это Дрэгон Арми Неоспоримое 5 место Было у них 1043 ЛП В прошлый раз Тут у них Плюс 400 И Теперь у них 1415 И Мастер Лайвела Который В прошлый раз Мы говорили, что он фризит Он упал Не фризил И теперь у него Мастер 18 И Дмитрий Коровушкин Поднабрал И Аргонавт Поднабрал И Кортес Поднабрал И Маунтер Плюс 300 200 Ой Плюс 200 Да Получается Дрэгон Армия К последней неделе Не бросили играть Все стараются и стараются И в принципе правильно делают На самом деле Ну да Такая позиция Не топ 5 Уже гарантирована Мы Говорили Что у нас Уже Топ 4 Точно сформировалась Все На последней неделе Не поменяется Но это не означает Что Дрэгон Армии Должны переставать Играть Тем более Что Мне кажется В такой ситуации Им каждая победа На руку И Как мы с тобой Отмечали до этого Что основная сила Дрэгон Армии Это как раз таки Топ Джангл И их стрелок Пока что Такой же тренд Мы видим И сейчас Наверное Лайнела Можно похвалить А то что Он перестал фризить Но конечно Мастер Там 18 ЛП Мастер 1 ЛП Да Он мог выиграть 18 ЛП взять И 3 дяди Играть на Акауте Как бы Да Может быть Он по прежнему Фризит Как ты правильно Отмечал На скрим Мы сами себя не найдут Мастерочек Ну а вообще Ну еще стоит отметить Что все таки Там у того же Крио и Аргонавта Заканчиваются контракты После спита И они Только должны Набирать Попробовать В те же топ 4 команды Попасть А Аргонавт Был так сказать Заблокирован Бременем контракта На то чтобы весной Попробовать топ 4 команды Поискать Поэтому я думаю Он будет играть Три аут И искать Какое то для себя Усиление Уже на лето Следующий На очереди У нас Получается Control Play 976 ЛП Было у них до этого 909 В принципе Не сильно выросли Но Степан Работает И у него Мастер 88 И не Понимаешь Не важно Что у тебя есть Феррари в гараже Когда у тебя есть Степан На миду Да Да не Вообще В целом Что у них там На следующей неделе Мне кстати Быстренько Интересно стало Вега У нас Control Play Вега Вот это кстати Будет интересная игра Ребята Все таки Я думаю Должны Первую победу Одержать Будет супер Грустно Если так все Пойдет Но по ссылку У них В целом Глобальных Сдвигов Нету Не считая Что Степан В два раза Умножил Свои показатели Так Ну Окей Допустим Допустим Ну чуть-чуть Поднялся Молодой человек Я так понимаю Что замена Пошла на пользу Да Степан Понял Что он Не незаменим Значит Нужно Немножечко Поработать Поиграл Чуть-чуть Даже Что-то Приподнял Себе Ну В целом Больших Заменений Мы здесь Не видим Ромаку Мы уже С тобой Выделяли Вальгала Выделяли Я думаю Что Повторяться Повторяться Не обязательно Ну и дальше У нас Вега В которой Не поменялось Абсолютно Ничего Как было 200 ПТС В Серикус Как было У Мерсенария 500 Все остальные Д1 Д2 Пикидо Д2 0 Уф Это уже На мой уровень Человек Замакивается Это уже Грустные Тенденции Правда Хотя В принципе У него была Хорошая игра На Ариане Против Роксов И он Как раз таки Был Наверное Ключом К тому Что они Развернули Игру Несмотря на Пенту Серикуса Да Давай Не забывать Про Топ Лейн Свейна Который У нас Можно сказать Вырос На наших Глазах Он Начинал С Людена Против Ургота И после Этого Пришел К Пентакилу Буквально За 2 игры Такой Очень короткий Сериал Так Ну и последняя Команда Это Рокс У них Было У нас 752 Стало 530 Стоит отметить Что Миракл Мастерочек Взял Мастер 31 У него Есть Но при этом Вот эта Просадка На 200 Потому что Там был Дженкс На прошлой неделе У него Было Там 200 Плюс Сейчас Балкан У которого 87 И по сути Из-за этого Просто Дроп В 200 ПТС Произошел А так В целом Все как обычно Соло линии Сидят в Д1 И ничего Нового Миркл Мне кстати Жаловался Что У него Прям Неприятно Что Он Вроде Неплохо Перформит На сцене И все Это Отмечают То У него Проблемы В Солоку Что Он Сидит В Надеюсь Он сейчас Закрепится Мастер Как бы 30 Есть Можно И три игры Проиграть Как бы В запасе Может И вверх Поедет Мне кажется Что у Миркла Точно так же Как и у Например Майти Дрэгона Просто Проблемы С подходом К соло Ку Которая Фиксится Уже Вот Здесь А не В понимании Игры В механике И так далее Но Возможно Я ошибаюсь Если что Я за Мирклом Не следил Просто Майти Дрэгона Это хотя бы Стримы смотрел И я видел Как он там Иногда Играет За вражескую команду Против себя Но У меня У меня есть Такое предположение То что Миркл Вроде как Игрок умный И более-менее Понимает Что он должен Делать на саппорте Это по идее Должно легко Переноситься В соло Ку Тоже Понятное дело Что там будут Игры Которые вы Вытащить не можете Но На дистанции Вы по идее Если вы хорошо Играете Вы все равно Апаетесь Ну вот Я рад Что балканы Вернули Кстати говоря Да Это кстати Тру Лишний опыт Еще он Свой получил Ладно Вот наша Финальная таблица Где в принципе По позициям Не сильно Поменялось Кроме того Что у биджи У нас упали С топ-2 В топ-4 Ну и на этом Была наша Рубрика Элла полиция Наш дозор Окончен И мы возвращаемся И будем теперь Говорить про Элл Ну что Посмотрели мы На Элла Наших команд Кто как Апнулся И так далее И теперь Как раз Самое время Поговорить Про нашу Любимую Континентальную Лигу Про то Что у нас было На прошлой неделе Что нас ждет На этой И вообще К чему мы идем Какие у нас Возможно Будут плей-офф Файк Давай сначала Начнем Как раз таки С самого начала Как тебе Прошлая неделя Как тебе Игра Игра Гамбита Обиджи На которую Мы с тобой Спорили И в целом Что тебя удивило На этой Ну Наверное Особо Ничего не Удивило Вот именно С точки зрения Результатов Да Я то Как раз таки Уверил В то что Гамбита Обиджи Выигрывает Но Но Как эти матчи Прошли Вот именно Два матча Обиджи Наверное Больше всего Меня шокировали Именно по Своему наполнению И это при том Что у нас На этой неделе Была пента От топлейн Свейна Который Игру назад Собирал Люден То есть Ну понимаешь Да Как бы Масштаб Удивления Был Весьма высокий Гамбита Обиджи Меня очень Сильно Удивила Прямо Абсолютная Неспособность Команды Обиджи Вообще Что-либо Сделать В этой игре То есть Они Как будто Проиграли Эту игру Еще До старта Ну Они Не проиграли Ее до старта Но Просто Там было Несколько Прямо Супер Огромных Проблем Там Был Очень тяжелый Драфт Для исполнения Имид В общем Нужно было Играть Через Райза На сайдах И так далее Что сейчас В принципе Только Джутуб Мне кажется Блейки делают Из того Что я смотрю Собака В дверь Скрипется Я надеюсь И В целом Драфт Был тяжелый И при этом Там был Насус На топе У Дримпула И УБЖ Сплитит Карту В свой Бот Из-за этого Насус Фрифармит Потом Одесса Будет на Герольда Которого Отдают Насус Продолжает Фрифармить Проходит 15 минут Они в равной Степени Подходят Не разгоняя Карту Через Что у них Там был Олаф И так далее И поэтому Их просто Завод Скейлили И Они просто Медленно Верно Давали игру Сопернику Они не знали Что им делать На карте С таким драфтом Ну вот что-то такое Очень пассивная игра Мне кажется Что там были окна Когда они могли Наказывать Некоторые Драфтовые решения Команды Гамбит Я разумеется Говорю о Насусе Но вообще Вот именно Подход Наса От Дримпули Он Скажем так При том что Я считаю Что это тройпик Мне кажется Что Какая-то логика В этом есть И эта логика Хоть она и Знаешь Видна под микроскопом Но Под микроскопом Она выглядит Очень красиво У тебя есть Смурф Который Лучше Виксайдера Алцела И вместо Того Что пытаться Его наказать Ты Виксайдишь Против Смурфа Это же Инсейн Нет? Я просто Опять вернусь К тому что Я Владимир Кемпи Гамбит Я очень много Разговаривал Стрим пулей Он Такие Тирады Насасу Любовные Мне Пел Как он Обожает Одного Персонаша Сколько Он За последний Месяц Сыграл На нем Игр Мне кажется 150 Если не Больше И команда Лучше Не может Ио это Терпеть Они Не представляют Но при этом Дримпул Постоянно Про него Говорит Постоянно Насас Насас Поето Я думаю, мы его еще можем Увидеть впереди Окей, возможно В ЛЦЛе, да, если мы с тобой Представим, что Гамбиты выигрывают ЛЦЛ и едут на MSI Я уверен на 99.9.9.9.9.9.9% Что против Команд там Насоса мы, скорее всего, не увидим Хотя, наверное, против какой-нибудь команды Типа из Тир 4 Региона Может быть, даже и можем увидеть Ну, типа против Японии, например, почему не пикнуть Ну, как говорят Ну, окей, окей, файн Допустим, да Я знаю, насколько Дримпуликов влюблен в Насоса Но я его любовь не разделяю Точнее, как, мне герой-то нравится Просто Играть на нем на про сцене Не знаю, не знаю, в любом случае, да, вот эта игра Очень сильно зацепила, потому что там Гамбиты просто застампили Ну, кстати, вот Насос с Насосом, но застампили Игру не за счет Насоса Насос был просто нон-фактором в этой игре Там, в принципе, мог быть и Вер на топе И команда Гамбит бы все равно выиграла Потому что Как раз-таки Флати На своем На Рамбле Я чуть был не сказал На своем Дуэмпи Настолько сильные у меня ассоциации На своем Рамбле И Лексус на Алистаре Были божественные просто И как раз-таки Вот уравнители От Флати Это то, что решила игру По крайней мере, на мой взгляд Может быть, я ошибаюсь Вот Ну и после этого игра У BG Crow Crowd Хоули-моули Я представляю, как ты За этой игрой следил Это, ну У меня нет такого, что Я прям болею за Crow Crowd Из-за того, что я там был И хорошо, в принципе, общаюсь С ребятами из состава и так далее Я вот Съездил Будто под Ким Гамбитом И я теперь Прям супер-хорошего мнения Обо всем составе Супер-все приятные ребята Я прям отлично день провел И как бы И у BG тоже Тот же Ксоник сыграет И в принципе Креуса с морфом С экстремами Как бы Хоть Ну, я сопереживаю По сути, всем командам В LCL И когда я смотрел Crow Crowd У BG Мне просто было Обидно От того Как Crow Crowd Смогли заинтить И что сделал Что делал дракон В той игре Когда он запушил Умит Когда там был этот На шор Они забрали Soul Point У них 3000 преимуществ И они идут И флипают Этого на шора Ну зачем Ну дождитесь Вы ваш Ocean Soul Вот это было Прямо Знаешь База не выполняется Прикулярно Знаешь Мне кажется Что в этой игре Были явные проблемы Какие-то с коммуникацией Потому что Ну я не считаю Что дракон Это импостер На просцене То есть Ну да Вряд ли Вряд ли там Шоу колл Типа мы идем На шора Ага Ага И вот такой Пока никто не видит Пойду за форомлю Я думаю Что там что-то Что-то было Из серии Кто-то настаивал На дом Кто-то думал Про другое Не знаю В общем Очень-очень странная игра Но в целом Принятие решения Дракона В этой игре Было очень странным И с точки зрения Сборок тоже Когда против тебя Два критовика И ты собираешь Силу природы Перед знамением Рандуина Я не знаю Мне кажется Что было в коммуникации Там был колл На шора И все пошли на него А дракон сказал В смысле Мы должны соблюдать базу Сначала забрать вид Приво И он пошел Выполнять базу Забирая соло Вид Приво А потом уже пришел На шору Понимаешь Окей Допустим Ну в принципе Мы ждали Что игра будет близкая Просто Там прямо Очень много Таких интересных моментов Произошло в этой игре Поэтому Наверное Она осталась в памяти Хотя результат Мне кажется Был более-менее предсказуем Кстати стоит отметить Что вот именно Из-за того Что краукрауд Проиграли OBG И теперь у них 0-2 счет У нас уже невозможно Тайбрейки На 4 команды Да Теперь у нас по сути Самый реалистичный вариант Это тайбрейк На две команды Либо между UOL и OBG Либо между Кем у нас получается Да вроде все UOL и краукрауд А если Если UOL и краукрауд Проигрывают А Тогда Да Тогда может быть Ну если UOL выигрывают Одну свою игру Краукрауд Выигрывают Две игры И UOL А у них Ну у них Гамбит еще Как бы я Если честно Смутно верю Что Краукрауд Смогут выиграть И UOL и Гамбит За Неделю Я думаю Максимально реалистичный прогноз Что будет Хотя бы 1-1 Но я боюсь Что может быть 0-2 В 2-0 От краудов Против UOL и Гамбит Я не верю После Игры с OBG Допустим На прошлой неделе Хотя вообще OBG заслужили 0-2 На прошлой неделе И ту игру Крауда Мне должны были Проигрывать Если бы не Чудо Вот этот флип На шора И OBG Не были бы Сейчас В том Что у них Может быть В теории Тайбрейк За первое место Потому что В следующей неделе OBG Это Контроплей и Вега Это должны быть Две победы Для них И если UOL Выигрывает Крау Крауд Потом выигрывает Контроплей То это будет Тайбрейк За первое место Что вполне реалистично Если же UOL Проигрывают То у нас В принципе Все скорее всего Будет очевидно У нас будет Unicorn of Love У нас будет OBG на первом месте Которые будут выбирать Между Крау Крауд И Гамбит Unicorn of Love Будет на втором месте Причем Я думаю С большой вероятностью Первое место Выбирает У нас все-таки Именно Крау Крауд А не Гамбит Я думаю Что Я думаю Что Крау Крауд Мне кажется 0-2 Сыграет на этой неделе Но Я не хочу Флаймить команду Но мне кажется Что Скажем так Не нулевая Вероятность И даже Где-то В двузначных Числах Если мы берем Свои проценты Она точно Имеется Мне кажется Просто Смотри От этой недели У Крау Крауд Зависит В принципе Их плей-офф Потому что Если Сюда Хорошо Показывают Если Они делают 2-0 Их Вряд ли Выбирают И Они получают Более слабую команду Соперники И В теории Можно побороться За финал Ну хотя Блин Нет У нас Такой спит Что И Ола Убежи Вообще Непонятно Кто из них Будет В итоге Сильнее И нет Такого Что Более слабую команду Не получит Я думаю Супер Пока Все Прям Непредсказуемо И Ола И Ол И ОБД И Гамбит Не для меня Сейчас Типа Тир 1 И чуть ниже Пока Крау Крауд Посмотрим Что на этой неделе У них получится Где-то так есть Знаешь Я думаю Что самый вероятный Исход По итогам Вот этой Последней недели Это все-таки Вот именно Тайбрейк Между Йол И ОБД И вот Как этот Тайбрейк Пройдет Мне пока Что Непонятно Потому что Последнее Столкновение Unicorn Of Love С ОБД Как раз Таки На предыдущей Неделе На пятой Неделе Было Весьма Легкой Победой Для ОБД Да Буквально Там С 20-й минуты Они игру Захватили И Уже не отпускали Ну там Пораньше 16-е Ну короче С мидгейма Перехватили Инициативу И все И не отпустили Вот И Я даже с трудом Представляю Как у нас Последняя неделя Они их пройдет Потому что Да вот Такой хороший Перформанс ОБД Предыдущей неделе Был немножечко Перечеркнут Вот этой Шестой неделей Где Как ты правильно Сказал уже Вообще Могло быть 0-2 Для них Но По-прежнему В тайбрейке С учетом того Что это все еще Бо-1 Правильно Да То есть Рандом Возможен Какой-то Я Я бы не стал Говорить Что Иол Очевидные Фавориты И должны С вероятностью 90% Это тайбрейк Выигрывать Но тайбрейк Но тайбрейк На самом деле Важен Мне кажется Потому что Если мы с тобой Берем вот именно Такой расклад Что у нас Йоу Би-Джи Первое Второе Место И крау крауд Гамбит Соответственно Третье Четвертое Я думаю Что выбирать Не гамбит Правильно Да То есть у нас Скорее всего Будет Первое место Играть против Крау крауд И второе место Уже будет играть Против гамбит Я не думаю Что кто-то Действительно Выберет сейчас Гамбит Потому что Для меня Вообще По той форме Которую гамбиты Набрали С их винстриком Там в 6 И Ну вот Посмотрим Да у них будет Финальный тест Против крау крауд Но они выиграли ОБД Выиграли Йоул Мне кажется Что гамбиты Сейчас подходит Попчик Плайок Он в статусе Фаворитов Именно по их форме И потому Насколько устрашающе Они выглядят Потому что У них Все их игры Вот эти С этого винстрика Они все В одну калитку Они именно Переигрывают Своих оппонентов Это не флипы игры Это не там 40 минут игры Это именно Четко Видно Что гамбиты Сильнее Каждую из этих игр Да есть такое И при этом Наверное Можно сказать Что это все таки Более менее Опытный стат Потому что Они уже играли Друг с другом И у них был опыт Бо 5 Да Причем Сколько этого опыта было Там еще и Опенгап у нас был Да 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 То есть это даже Не та команда Про которую мы можем Сказать Ну окей Ну это Бо 1 А в Бо 5 Неизвестно что произойдет Понятное дело Что там будет Какая-то перемена Динамики Да Потому что Бо 5 Это все таки Другая история По сравнению с Бо 1 Да Она сложнее Там нужно больше Адаптироваться По ходу серии Но вот Говорить о том Что гамбиты Серьезно просядут Когда они перейдут К Бо 5 Я наверное Не могу Да Я наверное С тобой соглашусь Поэтому для меня Гамбиты выглядят Именно фаворитом Наверное На плей-офф На данный момент До последней недели Давай посмотрим Быстренько с тобой На ботом тир Как у нас вообще Все распределилось По сути Последней недели Здесь уже Ничего не решает Контрлплей в теории Могли бы зацепиться За тайбрейк с Вегой Но у контрлплей Игра против Финни Конжица Флав Поэтому контрлплей Скорее Ну Делать здесь Перцент Чтобы вы на 8 месте Драгон Арми Точно для себя Забрали 5 место Роксы и Вега В теории Вега может набрать Третью победу Сравняться с Роксами Потому что Я думаю Роксы проиграют И у Би-Джи И Драгон Арми У Роксов Все супер плохо Насколько я понимаю И Ребята уже просто Доигрывают В сплит Вообще Для меня наверное Роксы сейчас Самая слабая команда В ЛСЕЛе Даже слабее Контрлплей И по расписанию В целом У нас Игр между ботом тиром Будут получается Только Драгон Арми Рокс Где скорее понятно Что выиграет Драгон Арми И будет интересно На самом деле Играм между Вегой И контрлплей Да будут ли Контрлплей Свою первую победу Файк На последней неделе Как это сделали М19 В 2019 году Не считая побед На 2 и Виктис Не зараят Я сегодня Эту футболку Ну кстати Та игра была Очень хайповая Я не знаю Знаешь Такой Небольшой Исторический экскурс Когда Собралась Вот эта команда М19 Из столько Молодых игроков Да там Было множество Проблем И прочее 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 И почему-то Все вспоминают Только негативные моменты А когда вы На последней неделе Обыграли Драгон Арми Причем в такой Яркой Красивой борьбе Почему-то Про это никто не вспоминает Я помню Я помню Старки Я помню Сердеч Даже для меня Это было Супер неожиданно Когда мы действительно Начали выигрывать Эту игру И в итоге Выиграли Я еще вчера С Лексом Разговаривал Ну знаешь У меня Подкорки Есть такое Что там Драгон Арми Вроде как Все локнули И у них Ничего не решал И старались И нет И Лексу Скал что для них Это был Нереальный удар И это был прям Ну знаешь Такой финальный Удар В том сплите Когда у них Все было плохо В оффлайне И они реально Старались И одичию Прииграли в 19 Поэтому Я главное знаю Что Драгон Арми Трайкард Или в той игре И хотели победить И мы выиграли Именно в равной борьбе А там кто знает Сберлился бы Сплит Еще две недели Может быть Им 19 В плей-офф И зашли Мы нам форму Жесткую набрали Ну это Это уже Какие-то такие Разговоры Из серии Фантазии Но Эту победу Я помню Хорошо Давай про Эту игру Вега Контролплей Я если честно Думаю Что Вега Выигрывает Без вопросов Я не могу Сказать Что Вега Мне понравилось В этом сплите Или что-то такое Очевидно Проблемы в составе Есть Очевидно Но Вот из Этых Этих Ботом 4 Команд Точнее как Вот мы говорим Ботом 4 На самом деле Это ботом 3 Драгон Армия Особняком стоит Это эдакое Чстилище То есть Они как бы Не топ 4 Но и не ботом 3 Вот Вега Сквадрон Мне кажется Наверное Самая невезучая Команда Которая оказалась В этом самом Ботом 3 И стройки Вега Рокс Контролплей Я бы сказал Что Вега Самая сильная Пайк А теперь представь Что Вега Сквадрон Выигрывает Свою игру Против OBG Выигрывает Свои По-моему Одну или две Игры Против Драгон Армии Выигрывает Свою игру Против Гамбит Когда был стажер Где у них тоже Была супер близкая игра И Драгон Армии Уже не были бы Таким железным Топ 5 И Вега По сути Если бы Выдавали Очки За Как это придумать Почти победил За 5 минут До конца игры Пока Вега Не заинтит Да Это как Вега Была бы Намного выше В турнире Там близ Как этот мем Стоп The Count Стоп The Count Должен Джеймс Пеки Сразу же Как только Команда Выходит вперед На 30 плюс Стоп 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 Все Техническая победа Можно Мы впереди И даже в каком-то регламенте Было у нас такое решение Из-за паузы Которую невозможно было Точнее Из-за игры В которой невозможно было Прописать хронобрейт По-моему В американском Болтсессе Было принято решение Что есть такой термин Как подавляющее преимущество Но у Веги Сквадрон не было Подавляющее преимущество Там что-то типа Плюс 10 тысяч Плюс Семь башен Неважно Неважно В любом случае Это разговор Немножечко Сослагательный Наклонение Лига Легенд Их не терпит Но Какой-то смысл В твоих словах есть Потому что я вот Примерно так же Вижу ситуацию в Веге То есть Как бы да Они проигрывали Но по сравнению С другими командами По сравнению С Роксами Контролплей Которые проигрывали Вот прямо Чистую Вега очень много Игр Упустила Просто Ты вспомни Вспомни игру Вега Дрэгон Арми Первую Там вообще Вега должна Была выигрывать Я не понял Как они проиграли Это сражение На старшем драконе Вспомни Первую игру Дрэгон Арми Против Пау Би Джи Где Бах А нет Против Крау Краун Они же должны были выигрывать Где Бах должен был Белать первую Да-да-да-да Когда Шах Когда Шах Прыгнул вперед На скачке Кинзу Ушел в невидимость На своей КС И на этом Он погиб После 3,5 килла Да-да-да Ну короче Ты понимаешь О чем я говорю Вега При том что Вега Уже две замены Сделала Да-да-да Появился на Серикус Который сразу же отметился Пентакилом Молодец Появился на Спикидо Вместо соответственно Вот этого Шаха И Все равно Даже со всеми изменениями Когда Вега проигрывает Она прямо обидно проигрывает Да-да Понимаешь Да-да Вот она прямо хочет Чтобы ее фанаты флагали Понятное дело Что они это делают не специально Поверьте мне Друзья Игрокам тоже больше Больше чем вам Хочется выигрывать Но вот Веге чего-то не хватало Поэтому я думаю Я думал Может ты хочешь предложить Мне спор Но я хочу тебя От этого так сказать Спасти Потому что мне кажется Что Вега Контролблей застопит Мне сегодня Да Поэтому Давай Если хочешь поспорить Можем поспорить На какую-нибудь другую игру Может быть Какой-нибудь матч С участием Краукаут Ты веришь в своих ребят? Если вдруг ты хочешь Поставить на Краукаут Я понял Слишком Мне кажется У нас Допольно Очевидные Должны быть Результаты На этой неделе Поэтому спорить Мне как-то Не хочется Здесь И в Леге И в ЛСЛ Пока Все на бумаге Ярша Вейд Вейд Последний Давай Тайбрейк Обиджи Ивол Здесь Ты на кого Поставишь Не Ну я думаю Все-таки Ивол Должны Побеждать Я думаю Что Обиджи Немножечко Перехайп Возможно Воу Воу Ты под конец Подсказ Такие вещи Не говори Но Что-то в этом есть Что-то в этом есть Такое впечатление Скажем так Они очень много хайпа Создали Вокруг себя И Некоторые Их игры Вызывали Вопрос Я думаю На самом деле Вот этот Тайбрейк Все решит На самом деле Типа Ребята Будут претендовать На чемпионстве Или все же Перехайп И в плей-оффе Они будут все-таки В степени Ну в роли Догоняющих За гамбит Ивол Вот Ну я думаю На этом будем Заканчивать На любой платформе Где бы вы не смотрели Ставьте лайки Пишите комментарии Давайте нам Фидбэк По поводу наших подкастов И увидимся уже На следующей неделе Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok